Уже более полутора десятка лет Белорусский фонд «Мир» отмечает наградами талантливую и одарённую молодёжь. За это время стипендиатами стали свыше 130 молодых людей Литчины. В 2021 году список пополнился фамилиями шести Литчан и Березовчан. Очень много у нас в Лидии, в Литском районе одарённых, талантливых детей, которые занимают призовые места в различных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, в олимпиадах. Активно участвуют в общественной жизни. И поэтому для нас иногда выбор такой сложный. Ну, несмотря на это, мы находим всё же того, кого надо поощрять, тех, кого надо в первую очередь поощрить. Наверное, это те, которые заслужили именно сейчас своей активной жизненной позиции, активной учёбой. А учёба для них – это труд, который мы поощряем. Поэтому, наверное, на сегодняшний день важно, чтобы дети понимали, что за то, что они так отлично учатся, за то, что они побеждают в различных номинациях и соревнованиях, мы их сегодня поощряем. Восьмиклассница 2-й Берёзовской школы Северина Мозоль удостоена стипендии Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира за победы и призовые места в районных этапах областных конкурсов «Живая классика», «Крылатая пехота», «Ажурные мечты» и «Спасатель глазами детей». Кроме этого, Северина активно участвует в общественной жизни школы. Она заместитель председателя Совета пионерской дружины, член волонтёрского отряда «Милосердие». Участница проектов шестого школьного дня «Мир без границ» и «Колорит», которые были лучшими на районном этапе республиканского конкурса проектов шестого школьного дня в 2017 и 2019 годах. Это моя первая награда. Я стараюсь прилежно учиться, подавать пример своим сверстникам. Участвую во всех конкурсах и мероприятиях. Участвую в школьной жизни активно. Стипендию Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира получил и учащийся Лицкой детской художественной школы искусств Александр Хлопков. Он проявил себя в творчестве. Юный лицкий художник имеет диплом третьей степени Международного форума детского творчества «Экология души». Диплом второй степени открытого областного конкурса пленера детского рисунка имени Фердинанда Рущица Старых Муроу Адрадженни. И диплом второй степени районного конкурса детского рисунка «Встречаем Пасху». Мне кажется, я ее получила за усердие. И хочу, чтобы больше было в лиде. И во всей Белоруссии таких людей, которые усердствуют. За достижения в творчестве Гродненским областным отделением Белорусского фонда мира отмечена и четверокурсница Лицкого музыкального колледжа Татьяна Канарская. В копилке ее наград. Диплом третьей степени Международного конкурса исполнителей на классической гитаре «Виват-гитара». Диплом второй степени открытого регионального конкурса исполнителей на классической гитаре «Гитарный Олимп-2020». Диплом первой степени Пятого республиканского фестиваля детского искусства «Львенок». И диплом второй степени областной олимпиады по русскому языку и литературе. Я очень много участвовала в конкурсах, но так как у нас профессия творческая довольно, я считаю, что в принципе, наверное, каждый третий в нашем колледже застойен такой награды. И я бы хотела поблагодарить наших учителей, которые очень много вкладываются в учащихся и делают все, чтобы колледж процветал, процветала Беларусь и делают все, чтобы наши ребята получали много таких наград. Стипендии Гродненского отделения Белорусского Фонда Мира были вручены также 11-ти классникам 9-й Литской школы Кириллу Гарасимовичу и Кириллу Лукашику и второкурснице Неманского профессионального лицея Александре Королько. Поздравляя ребят, руководитель Литского районного отделения Белорусского Фонда Мира Виктор Миранцов поблагодарил их за успешную учебу, достижение в творчестве и спорте и за активное участие в общественной жизни. Ведь именно такая молодежь – пример для других.